Всем привет! Продолжаем играть в Stormworks, точнее начинаем новый сезон. Скорее всего будем заниматься непосредственно рыбалкой, то есть основную часть нашей деятельности, но и соответственно по-любому как обычно все строим. Режимы у нас карьеры классической, сид единичка, нубский порт, все как обычно. Здесь все оставляем как есть, сюда переходим, здесь оставляем, здесь оставляем. Здесь у нас все по дефолту, сюда галочка, галочка, здесь не меняем. Дальше сирена на час и DLC вот это Viapon убираем, чтобы нас никто не бомбил. Все, оставляем все как тут есть и погнали создавать новый мир. Грубо говоря стандартный наш такой классический карьерный режим. Вот. Правда я раньше не включал вот этот DLC с оружием, а выключал при этом в дополнении. В итоге получалось, что у нас даже гарпун не работал. Вот. А сейчас я оставил галочку включенной, но отключил врагов. Поэтому у нас будет гарпун работать, мы сможем всяких акул... От акул, короче, защищаться сможем. Вот. Подготовил я маленький кораблик, сейчас его покажу, будем его модернизировать. Ну и соответственно еще один маленький кораблик, который я начал делать конкретно для этой карьеры, чтобы на нем рыбачить. Да. И он будет в маленьком доке, то есть все для старта подготовлено. Давай. 10% игра, пожалуйста, мне загрузи. Итак, друзья, прогрузилась у нас наконец-то игра. Здесь все по стандарту, никого у нас тут нет. И Штармворкс у нас стабильно встречает вот такими огромными волнами, как для старта это смертоубийство. Но, как вы помните, в каком-то сезоне, по-моему, в прошлом, я чуть не умер. Точнее, не то, что не чуть, а сделал рекорд по смерти со старта, вот когда вот такая волна нас просто закручивала, как и в реальной жизни. Короче говоря, уносила под... ну, в океан. Так, это кто у нас? Это собачка. Иди сюда. Спасаем собачку, спасаем собачку. Только-только-только-только-только-только. Этого мало. Бежим-бежим-бежим. Вроде спасли, да? Спасли. Короче говоря, сейчас, пока собаку положу, положу, короче, отправлю в домик. Она там все равно сдохнет, если будет цунами, но моя душа будет спокойна, что я ее спас. Вот, так. И это собака же, да? Пет, пет, пет. Какая-то, да. Типа... Типа этой. Да, волны, конечно, жесть, но у нас есть, на самом деле, чем заняться. Первым делом, чтобы все было все было четенько, нам нужно открыть... У нас мало очков. Пять, да? Я бы, на самом деле, для старта хотя бы 20 давал. Вот. Но пять очков. И самое главное, первым делом открыть кнопочки. Потому что кнопочки — это стартер. А без стартера мы вообще никогда никуда ничего не поедем, не заведем, не включим, не выключим. Поэтому кнопочки — это самая первая прокачка, которая должна быть вообще с любого старта. Погнали. Там быстро, в принципе, их прокачать. Так. И одну очку, да? Стоило нам это дело. Вот. У нас еще четыре очка, но у нас на самом деле выбора-то очень-очень мало. В идеале, в идеале нам колесики открыть, чтобы можно было поставить нашу машинку на электромоторе. И вообще на электромоторе машинку — это прям вот очень изи-старт такой изи-шный. Вот. Либо, либо что еще нам можно открыть, да? Из такого, из полезного, из полезного и нам нужного. Естественно, конечно, в вертолетик идти, потому что без вертолета тоже старт очень сложный. Кстати, для рыбалки нам нужно будет еще открыть уголь, иначе нам просто тупо некуда складывать рыбу. Поэтому вот такое дело. И, естественно, нам нужны сенсоры, потому что это стабилизация, а без таба плавать очень-очень сложно. Поэтому давайте-ка мы следующим делом откроем вот такие вот компас-балы, бары и прочее. Тут у нас все. Вот эти горизонты и прочая фигня. Нам это тоже очень нужно. Четыре очка. Четыре очка. Нам это нужно. Да, нам это нужно. Погнали. Все, очков у нас ноль. И, соответственно, мы спим. А на утро будем что-нибудь там уже дальше придумывать. Так, фаер что-то там. Пофигу. Скипаем. Сейчас прокачается, но мы ждем. Да, прокачалось, но мы дальше ждем утро. Потому что ночью я не хочу ничего делать. Все. Мы встали. Проверяем собакину. Собакинь живая. Дальше идем. Так, что у нас по океану нашему? Вроде успокоилось, да? Тут все. Ну, плюс-минус. Что карта говорит? Что у нас говорит карта? Так, это у нас космос. До него далеко. Так, у нас есть задание на 5000 и одного казуала. Соответственно, у нас 3000 дает за пожар, 2000 дает за казуала. Поэтому у нас в любом случае лодка горит и чувака надо спасти. Сейчас поставим метку, посмотрим сколько до него. До него 3,2 километра. В принципе, недалеко. Что у нас по... Так, у нас есть охрененную туман вот здесь. Дальше у нас в принципе нет никакого дождика. Жарко. Вроде как все хорошо. По волнам. Волны у нас вот здесь, да? Здесь у нас тишь да гладь. А куда ветер? Непонятно, куда ветер. Пока я не могу на глаз определить. Короче, погнали вниз. Сейчас мы, естественно, сохранимся. Вот, здесь на этой локации ящиков нет. Я уже проверял, по крайней мере на нашем сиде точно. Вот, поэтому здесь смысла искать где-то что-то там за этой... За горой вообще никакого нет. Давайте сохранимся, потому что у нас новый сезон. Назови у него какой-нибудь S4-01. Вот так вот просто, да? Я надеюсь, таких названий не было. И погнали. Смотрите, что у нас по лодке. Мы, естественно, будем создавать... Я, кстати, да, забыл сказать, самолетик обновил, самолетик опубликовал в Steam. У нас был вот такой хвостик, стал вот такой. Плюс я там еще много внутри что изменил. Вот, дооптимизировал его, скажем так. И он уже летабельный. Вот, выложил в Steam. Можете пользоваться. Вот, смотрите. Вообще, я планирую такую лодку, но у нас все не прокачано, да? Это корпус готов. Остальное все не открыто. Это максимально большая лодка под этот док, но мы будем стартовать со стартовой лодки. Видите, у нас все открыто. Самая стартовая лодка. Вообще ничего не надо было прокачивать, кроме, как я и сказал, кнопочек. Потому что без кнопочек, еще раз повторю, кто не в курсе, стартер не заведешь никогда ничем. Потому что кнопка дает сигнал. Соответственно, нам в любом случае нужна кнопка на стартер, нам нужна кнопка на переключение всяких там разных лампочек. Да, можно, кто-то скажет, там сидение запихни, и как бы от сидения можно там тоже тыкать. Но кнопочка есть кнопочка. Все. Вот такая вот лодка узкая, узкая русская. Короче говоря, здесь у нас самый-самый первый нубский наш маленький. Вот такой вот идет двигатель. Здесь у нас сколько тут стоит? 18 рпс. Вот. Две коробки. Одна, по-моему, 3.2. Не помню, там настраивал, что не настраивал. Короче, по-моему, просто так стоит по дефолту и все, без всяких включений. Вот. И на минус один, соответственно, у нас реверс идет, да, чтобы у нас назад ехать. Вот здесь у нас три глушилки, чтобы оно не срало особо. Вот. Двигатель и, соответственно, у нас калач. Ну и все. Воздух идет через фильтр. Воздушный, газовый, точнее. И все. Ну и топливо. Топливо у нас раз, два, три, четыре маленьких баллончика и четыре маленьких батарейки. То есть все самое стартовое. Все. Вообще ничего не открыто, кроме кнопок, получается. Так. Для того, чтобы пожар, у нас есть два огнетушителя. Для чинилки у нас есть раз, две чинилки, в принципе. И у нас есть дефибриллятор и две этих самых скорой помощи, чтобы всех дефибриллировать и спасать. Давайте, наверное, еще больше скорой помощи поставим, потому что, как показывает практика, этих самых много не бывает, да? Куда бы еще... А, знаете, что нужно? Вот сто процентов нужно. Это, конечно же, не только это, но еще и масочка, да? Но мы сейчас поставим временно сюда, потому что это стартовая лодка, значит, все тут можно делать. Что такое? Куда же тебя крутить-то? Вот так. Вот. И еще нам нужно обязательно этот самый Oxygen Mask. Так, так, так. Оху-ген. Оху-ген-маск. Вот сюда. Хорошая вещь, очень нужная, очень... Я раньше пренебрегал, но теперь всегда пользуюсь, потому что... Потому что надо. Так, и, естественно, нам нужно питалово для вот этой штучки. Вот этой штучки и дефибриллятор, да, он уже запитан. Все, хорошо. Это мы все сделали. Обновим сейчас стартовую лодку. StarterBot 01. И она у нас стоит 8 тысяч долларов. И не помню, сколько там у нас сожрет топливо. Ну, немножко. Погнали. Загружаем лодку. У нас было 4000, да, 633, да, 633, да, 633, короче говоря, у нее топливо. Погнали. Стаба нет, ничего нет. Включаем вот эту фигню, электрику. Вот. И, соответственно, заводим. Так, температура греется, RPS пошли. Баттери есть, топливо, да, 640 там с хером. Погнали. Так, что у нас тут валяется? Какие-то ящики. Ну, такое себе. Так, что у нас по... В принципе, 8 RPS я вижу. Это неплохо. Без всяких коробок, вообще без всего. У нас есть свет. Где-то там должен быть, да, вот тут есть свет. Правда, надо было еще, наверное, вот здесь сделать. На всякий случай, если ночью будем. А то ничего не видно. То есть, как видите, вообще самая-самая стартовая. Никаких панелек, ничего не открыто. Есть тупо диальчики, которые не надо открывать. Спиды даже нету, потому что у нас тупо нету этого самого нашего, ну, сенсора, грубо говоря, на скорость. Так, ну, влево-вправо мы можем поворачивать. И охлаждайка у нас тут всего лишь самый стартовый радиатор. Стаб у нас в виде вот этих вот тяжелых блоков посередки. Ну, то есть, ну и, как вы заметили, там двигатель тоже внизу. Ну, и, соответственно, топливо тоже внизу. Поэтому это у нас является стабом, можно так сказать. Самая-самая нубская лодка. Погнали. Скорость не знаю. Где-то, может быть, 15-17 километров она едет. Вот, ну, это я поставил коробку, да, и он у нас в два раза режет. Короче говоря, 8 рпс. Мне, в принципе, устраивает. Вот, если убрать, то, соответственно, будет скорость больше, но рпса больше, соответственно, будет расход больше. А нам это нахрен не надо. Вот, поэтому, как говорится, для старта подойдет. Мы никуда не торопимся. Нам нужно все это дело правильно, правильно сделать. Вот. Поехали. Нам, кстати, дают фонарь, да, со старта и бинокль. Отлично. Сейчас самое главное нам искать ящики. Вот. Ну и договоримся с вами, что я не буду читерить. Просто открываем ящик, как увидели. То есть, не перезаходим. Не делаем генерацию на 12 очков. Просто вот как попалось там 5 очков. Точнее, у нас минимум 6 очков, да. 6, 9, 12. Соответственно, 6 попалось там из сколько-то денег. Хорошо. Попалось 12. Отлично. Вот. Максимально, по-моему, мне попадалось 12 и 9 тысяч баксов. Но вот, как говорится, тут это уже чисто рандом. Вот такая вот лодочка для старта подходит. Почему бы и нет? Даже симпатичная какая-то такая. Можно даже веревочки повесить. Вот. И человечков получается 6 штук можно посадить сюда. Что бы нет? 6 штук. Ну еще стоя можно запихать. Вот. Едем. Едем. Что у нас там получается? 2 километра. Сейчас приедем. Вот. И, соответственно, чем больше здесь открываем территорию, тем лучше. Нам в идеале сгонять вот сюда на большой порт. Потому что нам в любом случае его покупать. Он, правда, стоит там где-то, не помню, 90 тысяч. Или 60. Что-то такое. Вот. И... И там есть 2 ящика. Минимум. На нашем сиди там есть 2 ящика. Один возле прям причала тусуется, где вода. А второй стоит на лесенке, где большой поезд. Это я уже просто наизусть знаю, потому что мы всегда стартуем на сиди единичка. Вот. Поэтому вот так вот. Кто хочет. На таком же сиди единичка сид. Стартуйте, и все будет то же самое. Так. Погнали. Здесь у нас, кстати, можно рыбу продавать, да? Вот. Еще я забыл, наверное, поставить... Кстати, мы можем эту челухану в госпиталь сдать прямо вот сюда. Если только вот эта хрень по скрипту нам остановится. Потому что догнать мы его, скорее всего, не сможем, потому что он скоростной хрен. Да? Ну, вроде бы. Мы как-то тестировали с вами в прошлом сезоне. Вот. И он останавливался. Останавливался, поэтому... Скорее всего, будет останавливаться. Посмотрим. Что у нас тут? Нормально. 8 рпс мне нравится. Температура 58 медленно растет. А, подожди, вообще не растет. Отлично. 58, 13, 14. Держится на одном уровне. Мне нравится. Все хорошо. Батарея... А, вот, кстати, у нас нету генератора, да? Но батарея очень-очень медленно разряжается. 99,81. Но, в принципе, на нее насрать. И расход, я бы сказал, 0,0. Может быть, 2. Может быть, 0,01. То есть, очень-очень на глаз прям очень-очень мало. Почти нету расхода. Это мне нравится. Только вот волны чуть-чуть стали больше. Это мне уже не нравится. Хотя, хотя... В принципе, волны-то хорошо. Вот. Вот такие вот у нас дела. Кстати, кто не знал? Если вы хотите засрать себе воду, нефтью, которая разлита в океане, нужно выхлоп делать под воду. Тогда, через какое-то время путешествия, вы засрете всю площадь здесь вообще вокруг вас. И у вас появится миссия на очистку океана от нефти. И тем самым можно, по сути, сделать себе топливо бесплатно. Потому что нефть вы выкидываете обратно в океан, океан фильтруете, и у вас все хорошо. Вот. На сегодняшний момент, вот сейчас, да, наша лодка как бы подвержена опасности переворота, да. Если мы перевернемся, у нас ребризера нет, скафандра никакого, точнее, этого акваланга. И, соответственно, у нас стаба тоже нет, да, поэтому переворачиваться нам нельзя. Иначе мы лишимся всего, сдохнем, и бабла у нас, скорее всего, на следующую лодочку, да, уже не хватит. Поэтому нам нельзя. Так, я вижу какую-то вспышку, да, там уже горит. Мы едем спасать человечка. Так, я уберу метку, потому что, потому поставлю куда-нибудь вот сюда, на этого чувака, который там можно на 1,7, да, туда госпиталь зафигачить. Я вижу уже огонь. Давайте посмотрим бинокль, что у нас тут вообще происходит. Так, вижу лодку, вижу... А, нет, это не огонь, это флайер, да? Это флайер. Человек в воде, но он где-то, по-моему, правее был. Судя по точке, по-моему, вон та точка, это, по-моему, человечек. И, скорее всего, скорее всего, он без сознания. То есть он в отключке, соответственно, его нужно будет дефибрильнуть прям первым делом. Вот. В принципе, можно нырнуть с дефибриллятором на случай... На случай... Ну, то есть его дефибрильнуть прямо в воде. Сейчас скажете, что в воде нельзя дефибриллировать. Я умею дефибриллировать в воде. Просто подпрыгиваешь и тыкаешь на дефибриллятор. И можно вот так его воскресить. Вот. Просто это надо уметь. Так, плывем, плывем, плывем. Так, волны тут уже такие, но, в принципе, нормально. Все хорошо. Не супер-супер мощно. Пока что все идет, как говорится, по плану. Все идет по плану. Давайте, наверное, сохранимся. Почему бы и нет. Перезаходить, правда, я не планирую, но почему бы и нет. На всякий случай. Всякое бывает. Да, волны тут уже посерьезнее. Кстати, это где мы? А, ну... Ну, хотя здесь волны. Обычно вот здесь волны. Вот здесь вот много волн. Ну, просто маленькая лодка, поэтому нам любые волны, это волны. Кстати, что по волнам? А, по волну все хорошо, вот си-си-си-зеленая нам нельзя. Так, так, есть огонь. Так, а что у нас по, по, собственно, чуваку-то? Так, и нам нельзя... Нам нельзя загореться от этой лодки, но нам надо потушить. Сначала первичный это чувак. Ищем чувака, потому что хрен с ним на лодку. Там самое главное чувака. Он не в лодке, случайно? А может и в лодке. Он валяется под лодкой, ребята. Бульк. Блин, пожар там хороший. Берем чувака. Сейчас самое главное чувака спасти. У него этот, да? Этот... Транспондер. Транспондер у него. Так, чувак. Спас чувака. Так, я знаю, что ты можешь сдохнуть, в принципе. Ну, блин, сядь куда-нибудь отсюда. Подтушить. Подтушить. Подтушить, конечно, дело хорошее. Только вот... Она, по-моему, очень сильно под водой горит. Как бы ее так тушить. Кстати, у нее новый винт. Так бы самому не сдохнуть. Тихо-тихо, тушу-тушу. А, слушай, она потушилась, да? Потушилась. Отлично. Так, а что-то я могу здесь взять такое. На лодке что-то есть такое профессиональное. Кстати, интересно сделал. Нет, тут нету ничего такого, да? То есть своровать? Что-то такое в плане этого самого. Я имел в виду этот ребризер не нашел я. Так, лодочка вроде как плюхается, но не переворачивается. Это хорошо. Сейчас попробуем его... Отвести на этот самый. Так, ну... Так, он вроде жив, все хорошо. Я сажусь. Куда у нас там уплыл? В принципе, не особо уплыл. Но можно и вернуться. У нас волны вот здесь сейчас идут хорошие такие, да? Волны хорошие. Но попробуем. Это у нас куда? Это у нас сюда. Заодно потом обратно поплывем. Точнее, не обратно, а дальше поплывем. Поэтому нам в любом случае желательно исследовать мир. Вот. Поэтому... Погнали. Вот. Волны у нас тут уже такие, да? В принципе, нормальные. Вот. Но, что хочу сказать. Когда ты едешь не на большой скорости, перевернуться мало процентов. Вот. Поэтому большие скорости хорошо преодолевает лодка, которая глубокая корпусом, и на малом ходу идет. Тогда проблем вообще нет. Если, конечно, лететь со скоростью света... Так. Этот хрена живой там. В принципе, я его как-то могу мониторить. Чтобы... Чтобы видеть, что он не сдох. Ну, ладно, нормально. Так. Мы, в принципе... А, ну мы уже заработали денежку, да? То есть нам дали одно очко. За пожар, да? И... Сколько там? Две-три тысячи баксов. Три, по-моему, дают. И две, по-моему, за спасение, да? В любом случае, пять тысяч баксов мы заработаем. И... Сколько там? Два очка будет у нас за миссию, да? Неплохо. Но нам надо ящики, конечно же, первым делом искать. Так, я вижу корабль. Мне вот это вообще не нравится. А здесь у нас что, импакт? Блю фишинг. Голубая рыбацкая лодка. Семь тысяч баксов. Шестьдесят минут. Угу. Транспондер, тролокейтер. Угу. Сколько там? Семь тысяч долларов, да? Это значит, двоих чуваков спасти и пожар, да? Получается. Ну да. Здесь одного пожара, это пять. Значит, там еще один человечек, потому что человечек у нас две тысячи долларов стоит, да? То есть, считаем просто. Пожар у нас три тысячи долларов. Человечка спасти две тысячи долларов. Соответственно, здесь вот сейчас у нас пять тысяч за задание давали. У нас, соответственно, один человечек и один пожар. Там дают семь. Соответственно, у нас два человечка и пожар. Как бы так можно по количеству денег определять, что за миссия. Есть там пожар, нет пожар, сколько людей? Вот. У нас там получается два человечка и пожар. В принципе, семь тысяч баксов тоже неплохо. Для начала вообще все миссии хороши, потому что... Потому что денег нет, как говорится, но вы держитесь. Ну вот смотри, мы сейчас вот идем полным ходом на вот этого огромного чувака. Вот. И он вроде как затормозил, да? Если здесь все-таки сделали они, что срабатывает скрипт, когда подплываешь сдавать чуханов в медпункт, тогда все хорошо. Потому что нам надо, самое главное, подплыть и передать. Если мы успеем запрыгнуть на корабль, да? Соответственно, все хорошо. Ну, вертолетикам легко садиться, да? Понятное дело. Так, у нас за нами, да? Ой, слушай, ну это наша миссия. Это все хорошо. Ой, а тут целых два корабля. Фига. Это, наверное, сюда плывет на помощь. Они вызвались спасать. В принципе, с одной стороны, можно прям сделать такую глобальную спасительную миссию, да? Сколько у нас? У нас по топливу все хорошо. И отправиться прям... Прям-прям-прям. Слушай, а мне нравится. 96 даже. По-моему, было 98, да? То есть еще меньше этот. Слушай, мне нравится лодка эта. Неплохо. Так оптимизирована для самого старта. Свою функцию она выполняет. Да, медленно, кто-то скажет. Ну и хрен бы с ним. Медленно, но верно. Нам спешить пока некуда. Потому что все свое я все равно заберу, построю и смогу. Потому что умею, как говорится, практикую. Вот. Такие дела. Соответственно, кстати, нам в начале дают также на халяву эти рыболовные сети. Можно их установить куда-нибудь вниз уже. Но нам нужны лебедки. Нам нужны лебедки. Нам сейчас самое главное дожить очками до стаба. Потому что это прям жизневажно. Дожить до... До сенсоров. Ну, то есть стаб это и есть сенсоры, по сути. И потом, что, до лебедок и до помпы. Помпа, чтобы тушить нормальным напором. И помпа, чтобы была откачка. Соответственно, вот эта вот программа минимум. Ну и двери желательно, потому что у нас кабина открытая. Нам нужна дверь, чтобы сделать закрытую кабину. Чтобы там цунами и все такое нам вообще пофигу было. Вот. Так. Ну что, он там втопил, да? Идет полным ходом. А куда он идет? Он идет сюда. Смотри, этот уже здесь. Этот сюда. Сюда уфигачивается, да? Так, подожди, это я. А где? А где вот этот? Не понял. А где еще один? Где-то тут еще один должен быть. Причем я его должен видеть. Ну ладно, крест, плывем за этим. Вот. Сдадим. И плюс мы входим в зону транспондера, да? На 7000 задания. Заодно сейчас вот здесь прошедшим. Если найдем сразу же, мы сюда же ему и сдадим. Чуханов. Потому что он вышел, как говорится, на этот, на зов. На сигнал бедствия, да, получается? Блин, он идет полным ходом, зараза-то такой. Смотрим, чтобы он загасил свои эти самые турбины. Но мы его, по-моему, не догоняем. А может и догоняем. Если затормозит, у него остановится эти его дым. Значит, все хорошо. В принципе, кстати, у нас тут гладь. Соответственно, все неплохо. Все неплохо. Кстати, давайте я с собой сразу же возьму вот это все. Потому что, мало ли, там цунами, чтобы у меня была аптечка сразу. И кислородик на тот случай, если, если, если. Так, ну че, чувак, давай, срабатывай свой сраный скрипт, чтобы я мог подплыть и сдать чух, чухана. Ты видишь, тут береговая охрана плывет? Ну-ка, стоп, машина. Приказываю остановиться. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Вот это вам неинтересно, где я просрал. Так, давай. Я вхожу в твой этот самый. Горизонт. Останавливайся. Мне надо сдать тебе, чуваков. Давай, 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 тормози. Во-во-во, сработал, сработал скрипт. Отлично. В этом плане молодцы они сделали. Сработал скрипт. Судя по всему. Е-е-е-е-е-е! Куда, твою мать, ты поплыл? Я ж так не успею. Там у него ограниченное, что ли, это? Зона? Ну, вы видели, что он вообще сделал-то вообще? Давай, давай. Еще сейчас ближе подойдем. Не, сработало. Просто он очень мало стоял. Ну, слушай, ты бы... Либо волны меня оттащили. Я просто боюсь у него врезаться. Все, давай, 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 останавливайся. Береговая охрана. Мне надо сдать вам чуваков. А ну-ка, абордаж. Тормози, твою мать. Быстро. Тормози. Ха, запрыгнул на ходу. Вот это видел я как могу. А ну-ка, открыть. Сдаю вам чувака. Сдаю, говорю, чувака. Давай, принимай. Да принимай, быстрей. Медик. Медик. Принимай чувака. Я отплыл уже от своей лодки на километр. Давай, принимай. Или тебе что? А, вот, все. Принял. Отлично. Комплитед. Фух. Так. Не сожрет меня акула. Доплыву я до своей лодочки. Я надеюсь, доплыву. Не сожрет меня акул. Никакого этого. Помните, у нас была миссия, где мы вертолет утопили. Я ночью с фонариком в воде оказался. Под воду глянул. И ровно под нами проплывает акула. Это такой был дикий рандом, чтобы вот, представляете, в эту секунду, когда именно я опустил голову с фонариком под воду, проплыла акула. Но выглядело это очень эпично, потому что это не было, как говорится, никакой постановой и просто обосраться на самом деле. Вот так вот голову вниз, а там акула. Если бы живую я бы так увидел, я бы точно наложил в штаны. Точнее, в плавки. Вот. Такие дела. Смотрите, мы выполнили за серию, получается, миссию. Но мы можем еще здесь остаться и найти лодочку, которая у нас, как говорится, вторая. Второе задание, да? Что у нас тут? Давайте сохранимся. У нас все неплохо началось. Все неплохо началось. Так, что у нас получается? У нас получается 2 очка, 12 тысяч долларов, и у нас есть задание на 7 тысяч баксов вот в этом круге. найти найти что-то там, да? Что-то там. Волны, правда, начали уже немножко болтыхать. Но мы на следующую серию отправляемся искать искать пропавших транспондер. Там вот это все дела. У нас, в принципе, есть круг. Там вот этот чувак отправился, да, на поиски. Мы, в принципе, ему уже можем издать этих самых. Единственный минус у нас сейчас начинается ночь, но, ага, я, в принципе, уже вижу, куда нам плыть. Куда-то вот сюда, потому что там огонь. И ночью будет миссия вторая серия, так что приходите на вторую серию. Будем ночью спасать двоих чуваков и тушить лодку. Все, ребят, увидимся в следующей серии, во второй нашего рыболовного сезона, но, по-любому, никак вообще без спасательных миссий, потому что эта игра все-таки изначально про спасение человечков. Все, ребят, до новых встреч, пока-пока.